Я очень люблю эти моменты, выход на сцену, я себя замечательно чувствую. Я чувствую приязнь зала к себе и моё к ним сердечное расположение. Это наполняет мою теперешнюю жизнь. Аудитория моя всегда женщина, но она меняется с гадами в сторону омоложения. Видимо, всё-таки в том, что я произношу и делаю, есть нечто, дающее надежду. Поэтому ещё не очень устроенные женщины в ожидании с надеждой приходят, слушают, что я им говорю, что я им рассказываю, их как-то это греет. Мне 30 лет, а я не замужем, как говорят мне первой свежести. А в сердце чувств такие залежи, такой запас любви и нежности. Мои богатства не раздражены, так поделиться с кем-то хочется. Да на тебе венец безбрачия, сказала мне соседка, склочница. Молчала, лучше петь постарая, да помогла мне с этим справиться. Все говорят, я девка статная и не дурна, конь и красавица. Как вкусно я варю варенье, как жарю кур с румяной корочкой. Но кто бы мне сделал предложение, не пожалел бы, ну, нисколечки. Я вот уже заметила, что, вот я говорю, предположим, это же здесь, и это же где-то на гастролях за границей. Здесь в этом слышат одно, а там другое. Мне больше нравится то, что слышат здесь. Кто за мою руку подержится, а мою книжку, диск подпишу, сразу замуж. Это правда. И уже это уже не произойдет. И сразу, когда вы не сможете, тут кидалки, тоже девушки быстрее, кто замуж. Мне все в трогу левой рукой, и стоит такой парень, и мать, и я говорю, ну, зачем ты? Да потрогайте за руку, барана, они так же не делали. Я, конечно, так как я начинала в те времена, я сама отношусь к поколению тому. Я не то, что там было так хорошо, стало плохо. Было профессионально, стало самодеятельностью. Это не злой взгляд, понимаете? Мне нет смысла говорить что-то, потому что я востребована, у меня все в порядке. Песни мои до сих пор поют, заказы у меня есть, работа у меня есть. Поэтому это не ворчание, такое ушедшее в тупике находящиеся персоны. Я действующее, действующее лицо. Я просто понимаю, что профессионализм необходим. Сегодняшний вкус продюсеров, вкус радио, тех, кто решает на радио, меня не устраивает. Именно работа с артистами и работа артистов с моим материалом, это неважная для меня составляющая. Я очень люблю композиторов, с которыми работаю. Я люблю процесс написания, создания песни. А потом она как-то живет. Кто-то дает ей более такую яркую, долгую жизнь. Кто-то быстро забывающийся. Но для меня это не самое главное. Из давних времен со мной Сергей Березин. Сейчас я работаю с Виктором Чайкой, с Александром Добронравовым, с Александром Кривицким, с Александром Ружицким. Это все мои друзья, близкие, с которыми мы пишем песни. Когда-то в годы мэпа, когда-то в годы степа, и чем-то вновь их лист через крючок. Встречаем, звезд вставались, на карточках снимались, слова любые шутали. Крючок, да, крючок. Как карабачка синяя, слава дает ей. Я не могу сказать, что есть какая-то закономерность. Я не называю то, что мы делаем, работой совместной. Самое главное, когда меня посещают, я напишу и пошлю по электронке одному из моих ребят. А потом, если все сойдется, то и будет музыка хорошая. А если еще сойдется, то и споет хороший артист. Будет, не будет хит, это знают только программные директора радио и телевидения. Ну, я, во-первых, люблю, честно, я люблю, ответ мой слишком простой, но я люблю скромность. Я люблю людей, которые не считают себя такими талантливыми, великими. Которые не говорят, ну, хит, ну, попадулька, ну, я опять, ну, выстрелил, интернет взорван. Я это слышу, что и дело. Это не хорошее качество. Это не хорошее качество. Я люблю людей скромных, самодостаточных, самое главное, независливых. Я рада, когда у моих коллег песня, которая мне только присниться могла, у них получилась. Я за них рада. Вот это мне нравится. Привычка свыше нам дана, замена счастью она, писал поэт в одной из глав. Поэт велик, а значит прав, но я хочу его поправить и от себя чуть-чуть добавить. Я знаю, что привычка может заменой быть несчастью тоже. Мы привыкаем ко всему. К весне в сиреневом дыму, к осенним ржавым пленам, к лужам, к тому, что тот, кто был так нужен, жестоко предан нас в финале. А нас так лоб и выкреждали. Но мы все не хотели вникнуть. Придется к этому привыкнуть. Этот вопрос, который и меня занимает и мучает, потому что, честно сказать, вдохновение стало приходить ко мне реже. И тогда я пользуюсь ремеслом, потому что я знаю, как это делается. И я, вгоняя себя в состояние написания, начитавшись хорошей поэзии, настоящих поэтов, начинаю мастерить. А когда вдохновение, тогда это творчество. Но это дело такое, это вот небесное какое-то послание. Если нет, ну жди, или старайся пока на старых дрожжах. Ну, это то, без чего я жить не могу. И у меня нет сейчас семьи. И у меня есть в одном из моих секторей, которые я читаю время концерта, есть такие строчки. Не все так в жизни сложилось, как хочется. А то смотрю я на ваши лица и забываю про одиночество. Это сублимация моей жизни всего в том, что я чувствуюсь в зале. Мы с тобой уедем в горе лета, в город, где вагноле и в цвету. Я открою все свои секреты, все твои печали отлету. Нет никаких хобби и увлечений. Есть небольшой бизнес под названием Агентство праздников Ларисы Рубайской. Это такие сценарии и всякое ноу-хау для праздников. И песни заказные. Это меня тоже увлекает, и мне это нравится. А такого хобби типа выпиливания, выжигания и вышивания такого у меня нет. Когда я все время, я читаю. Я очень много лет проработала переводчик сяпонского языка в политической газете. Очень меня занимали политические события. Я ходила на пресс-конференции, ездила на саммиты. Но с тех пор, как я перестала этим заниматься, моя жизнь сейчас сользилась. Жизнь вся сользилась до моей личной жизни. Я, конечно, слежу за новостями. Я читаю, что-то переживаю, чему-то сочувствую, за что-то радуюсь. Но события глобальные, они как-то идут параллельно моей теперешней жизни. Поэтому я не могу выделить ничего. Продолжение следует...